Первое, что происходит с нами при стрессе, это мы спазмируем грудную клетку и перестаем дышать. И начинаем дышать поверхностно. Поэтому для того, чтобы выйти из стресса, нам нужно перейти на глубокое дыхание. Добрый день, я в юге доктор Юлия, и у меня в гостях в Киеве прекрасная Елена, специалист по физической реабилитации. Я также тренер по йоге, но йогу я рассматриваю со стороны научно-доказательной медицины. Пациенты пребывают в остром и хроническом стрессе, мы зануриваемся в панические атаки, мы в тревоге, в депрессии, в отчаянии, и иногда буквально нас накрывают. Вот есть ли в твоем арсенале такие, какие-то, ну, относительно простые практики, которые мы могли бы применить вместе с нашими девчонками, для того, чтобы вот хотя бы на уровне тела снять эту зажатость, этот страх, да, и, ну, что называется, задышать полной грудью. Потому что, когда слышишь звук сирены, когда читаешь новости, когда твои близкие находятся не на связи, просто срывает голову. И это разрушает нас изнутри, это подрывает нашу и нервную, и эндокринную систему. Иногда просто физически нужно взять себя в руки. Я надеюсь, твои упражнения нам помогут. Я уверена, потому что они помогают и мне, и всем моим клиентам. Давайте пробовать. Первое, что происходит с нами при стрессе, это мы спазмируем грудную клетку и перестаем дышать. И начинаем дышать поверхностно. Поэтому для того, чтобы выйти из стресса, нам нужно перейти на глубокое дыхание. Глубокое дыхание должно участвовать мышца диафрагмы. Поэтому мы начнем. Мы на вдохе будем расширять ребра как можно шире, растягивая диафрагму. А на выдохе сужать. Снова на вдохе расширяем ребра и сужаем. И еще один раз расширяем и сужаем. Основное расширяя ребра у нас автоматически подтягивается живот в себя. А лучше дышать носом или ртом? Лучше всего вдох делать через нос, выдох через рот. И сейчас я покажу полностью упражнение. Мы на вдохе делаем три вдоха. После этого мы задерживаем дыхание. И удерживая замок горловой, чтобы не дышать, дышим только ребрами. Точнее мы не дышим. Мы растягиваем диафрагму и сжимаем, но без дыхания. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Зажимаем горловой замок, не дышим только ребра. Восстанавливаем дыхание. Все упражнения, что я вам посоветую. Это на раскрытие грудного отдела. Потому что на стрессе у нас поднимаются плечи вверх. Мы прячем шею в голову. И при этом закрываем полностью. У нас зажимается вся передняя поверхность мышц. И перерастягиваем заднюю. У нас за счет этого могут быть головные боли, болеть шея. Поэтому нам нужно раскрывать плечи. У тебя завернуты вовнутрь. Это у нас эмоция страха. Мы сразу округляемся, прячем голову. И мы боимся. Но при этом мы должны раскрывать. Для того, чтобы раскрыться, мы должны растягивать переднюю поверхность. И закачивать заднюю. Протестировать и сделать тест нашего грудного раскрытия, грудного отдела. Отмеряем под плеча к плечу. Одно расстояние. И складываем его вдвое. Два расстояния. И беремся за расстояние до двух плечей. Один. Два. И идеально считается нормой, если мы двойное расстояние плечей можем прокрутить руки назад и вернуть их вперед. Если мы так не можем сделать, это говорит о том, что у нас фазмированные мышцы переделись перед зеркалом, чтобы видеть, чтобы плечи и руки шли одинаково, локти не сгибались. И возвращаем назад. Два-три раза. И каждый день, если мы будем делать несколько раз в день, буквально по два-три раза, мы сможем уменьшать амплитуду. И постепенно довести себя до нормальной длины. Перескладываем два раза. Вытягиваемся. Потянулись руками вверх. И наклоняем голову, округляем спину и рисуем круг в первую сторону. И еще три. Два. Один. Меняем направление в обратную сторону. Когда уходим назад, обязательно раскрываем трудной отдел, вперед округляемся. Еще одно упражнение, когда тревоге уже некуда из вас уйти, давайте ее можно выдышать. Лучше всего для этого подходит дыхание капала-бхати. Капала переводится как череп-бхати-чистка, то есть дыхание, которое очищает наш череп, открывает каналы связи с космосом. Но если смотреть через медицину, большое количество выдохов меняет пиашь нашей крови и щелачивает ее. Делаем мы вот так. Это резкие выдохи из живота через нос. Как будто мы сдуваем пылинку с кончика носа. В идеале сделать 108 раз. Опять же, это волшебное число. Но если нет, можно 24, 36, 54. Начали. Если у вас хорошо получается глубокое диафрагмальное дыхание, то можем перейти на следующий уровень. Это вакуум. Для этого мы вытягиваемся вверх, делаем вдох. Выдох, наклоняемся вниз. Отталкиваемся руками, зажимаем горловой замок, расширяя ребра, пупок к позвоночнику и пробуем толкать мышцы пресса вперед-назад. С выдохом наклоняемся вниз, отталкиваемся руками, зажимаем горловой замок, расширяя ребра, подтягиваем пупок к позвоночнику и выталкиваем пресс вперед-назад. Это выглядит так. Вытягиваемся вверх, восстанавливаем дыхание. И намасте.